Друзья, здравствуйте. Ну что ж, срочной новостью. Похоже, Кремль скрывает катастрофу, из-за которой часть России может накрыть сильнейшей радиацией. Просто в эти минуты происходит авария на ростовской атомной электростанции. Облако радиации, как пишут СМИ, как пишет аналитик ЦРУ, как пишет Украинский центр борьбы с дезинформацией, движется прямо сейчас в сторону Саратова. В Ростове уровень радиации уже превысил норму в 75 раз, и радиация продолжает выходить. К чему это может привести? Конечно, о более глобальных вещах, которые в последнюю неделю мы наблюдаем. Будем говорить сегодня с Сергеем Жирновым, экшпионом, сотрудником первого главного управления КГБ, писателем. Сергей Олегович, здравствуйте, рад вас видеть. Привет, Алексей. Привет всем нашим зрителям. Я тоже очень рад. Ну вот мы сразу с такой запойной новости начинаем. Да, вот как считаете, Сергей Олегович, ну если подтвердится это все, то насколько вот то, что сейчас власти молчать, это, в общем-то, как это сказать, привычно. Ну и что же могло стать причиной такой аварии? Потому что я уверен, что на федеральных каналах уже, возможно, сегодня вечером расскажут про какой-нибудь украинский след. Ну, во-первых, я бы сказал так, что не надо забывать, что идет война и что идет в том числе информационная война. И это, может быть, даже ответ украинской стороны на то, что российская сторона распространяла или наоборот, потому что про остановку энергоблока на ростовской АЭС, по-моему, в России говорилось. Но говорил, что это там сработала какая-то защита, вроде все нормально и так далее. Специалисты вроде бы говорили о том, что возникла проблема с охлаждением, потому что просто очень большая жара сейчас не только в Украине, но на юге России. Вот, и просто не выдерживает техника и охлаждение, значит, вот ростовская, бывшая Волгодонская АЭС. Там четыре энергоблока, то есть такая большая станция. Вот, последний энергоблок, кстати, проводился, по-моему, в 18-м году при Путине, вот, что подразумевает, что могут быть и в том числе и какие-то проблемы со строительством, потому что в советское время еще как-то строили более-менее прилично, а в российское время мы понимаем, что вот как строился космодром Восточный там и так далее. То есть там могли быть и откаты, и коррупция, и какие-то неправильные вещи. То есть ничего исключать нельзя, но все-таки вот есть, чувствуется, что сейчас на фоне вот, значит, войны идет информационный обмен такой, потому что Россия говорит, что в Николаеве у вас на южно-украинской АЭС есть проблемы, вот, которые такого же типа. То есть там реакторы тоже вводы воеденные, тысячники, вот, и, соответственно, украинская сторона вот распространяет информацию со ссылкой, ну, на американцев там, ну, там вот эксперт, которого вы упоминали, он бывший эксперт ЦРУ, то есть он не работает на ЦРУ в настоящий момент, он на пенсии, но вроде там он отслеживает, у него есть какие-то источники, он, значит, это дело озвучил. Вот, это, конечно, надо на всякий случай проверять, доверяй, но проверяй, но то, что на Ростовской АЭС чего-то произошло, это точно. То есть там была остановка одного из энергоблоков, может быть, даже не одного, вот, связанная, конечно, с перегревом просто, потому что там, значит, у каждой АЭС есть рядом водохранилище, которые, вода из которого используется в качестве охлаждающего элемента. Вот, и когда эта вода нагревается естественным путем, то, извините, у меня тут полицейские машины с Олимпийской игры начались, и поэтому по моей улице целыми днями полиция ездит, вот, с мигалками и с этими самыми сиренами. Вот, ну, это вот как бы звуковое сопровождение того, о чем мы с вами говорили, такое. Значит, и в любом случае естественная причина, конечно, конечно, были. Вот, мы исходим из того, что Российская Федерация никогда не расскажет правду. Это, к сожалению, устроено так, потому что, ну, вот МАГАТЭ требует, конечно, прозрачности, и если что-то происходит, об этом надо говорить. Предупреждать надо население, потому что если пошли в изотоп какие-то в атмосферу, тогда надо людям раздавать йод, значит, чтобы они принимали, потому что вот только в этом случае, кстати, его нужно принимать, потому что он, ну, грубо говоря, насыщает щитовидку избытком йода, и тогда, когда, значит, выброс радиоактивных элементов в воздух происходит, то меньше как бы организм берет на себя новой радиоактивности, потому что щитовидка уже переизбыточна. Вот, это, кстати, к тому, что вот на всякий случай люди, у которых есть какие-то таблетки йода, чтобы ни в коем случае они их не принимали профилактически. То есть вот йод не принимают профилактически, потому что это отрава, это яд, вы можете себя отравить. Вот, то есть в том случае, если реально есть какая-то радиационное загрязнение. Ну, будем смотреть. Я мало верю в то, что Российская Федерация расскажет правду. Вот, может быть, они расскажут, потому что наверняка от них будет требовать МАГАТЭ, чтобы сказать, что там по-настоящему происходит. Может быть, МАГАТЭ даже пошлют каких-то экспертов своих, чтобы отследить. Вот, и это все, конечно, интересно на фоне предложения украинской стороны по поводу мирных переговоров с Российской Федерацией, потому что одна из тем, как раз которая обсуждалась на этих мирных переговорах, это радиационная безопасность. Друзья, как вы думаете, что там могло произойти? И в целом мы будем наблюдать за этой ситуацией. Для того, чтобы ничего не пропускать, подпишитесь обязательно, во-первых, кстати, на YouTube-канал Сергея Жирнова. Ссылку найдете в описании, ну и на YouTube-канал Дмитрия Гордона, Алиса Бацмана, гостях у Гордона. Друзья, буду рад вашим лайкам. Сегодня в первый раз за последние дни пишу интервью при Пресвете обычном. Это меня потрясающе радует. Спасибо вам за вашу поддержку, что вы цените мою работу в абсолютно любых условиях. Так, конечно, эта неделя заканчивается, громкое покушение на Трампа, и давайте с него начнем, потому что... А, кстати, перед тем, как покушение обсудим, тут что-то косит всех какая-то хворь. Ну да, у Трампа он пишет, что может быть заражение из-за посрединного уха. У Си Цзиньпина пишут инсульт. У Байдена коронавирус, Байден сам это признал. Ну, добавьте сюда слухи о шизофрении Путина, об инсульте Кадырова или что там у него, поджелудочный, некроз поджелудочный. У Лукашенко рак, опять какой-то новый виток болезни, значит, пишут СМИ. В общем, 2024-е что-то косит всех прям без разбора. Может, там Вселенная какие-то сигналы подает? Ну, Вселенная подает, может быть, сигналы, да, действительно, потому что, ну, прежде всего, Байден, кстати, подает сигналы, потому что он провоцировал Вселенную, потому что он говорил, что я не снимусь, если только Бог лично вот ко мне не сойдет и не скажет, что мне надо сниматься. Это такие заявления вообще с Богом так шутить нельзя, потому что я сразу, как только он это сделал заявление несколько дней тому назад, я сказал, что такие вещи Бог не любит, и он обычно посылает какие-то месседжи сразу. Вот ему послал Бог месседжи, он, значит, заразил его ковидом, вот, или это может быть даже, вы знаете, это может быть даже дипломатическая болезнь вот у Байдена, потому что просто на него очень сильное давление демократов осуществляется, чтобы он снял свою кандидатуру, потому что все поняли, что, в общем, он не в форме, раз, и, во-вторых, что у него мало теперь шансов, особенно после покушения на Трампа, победить Трампа в этой гонке. У любого. Более того, Сергей Олегович, я простите, вот тут добавлю, Политико опубликовало исследование, что сейчас абсолютно любой потенциальный кандидат от демократов, там их 4 или 5 было, в общем, любой из них набирает потенциально больше, чем Байден сейчас, если будет выдвигаться на президентских выборах. Как вы думаете, увидим какую-то замену? Есть прогноз у вас? Ну вот вы у меня сняли прямо с языка, потому что я именно это и хотел сказать, что любой кандидат, которого демократы могут выставить вместо Байдена, наберет больше очков и может победить даже Трампа, потому что даже Камала Харрис, говорят, она даже, даже она побеждает на 5% Трампа. Она самая слабая, кстати, из всех демократических потенциальных кандидатов, которых они могут выдвинуть. Ну вот мы с вами записываем нашу передачу в пятницу и говорят, даже вот есть ощущение, что в ближайшие воскресенья 20-21 Трамп, он избежал возможности ликвидации в результате теракта. Теракт поднял огромное количество вопросов, прежде всего показал, что очень плохо работает спецслужба Соединенных Штатов Америки, потому что все это, ну просто нарушение всех канонов, каких только можно. Вот. Организация плохая, позволили этому стрелку появиться там за полтора часа чуть не с винтовкой и никто его не остановил. Показывает даже внутреннее расследование, что в ходе проверки оказалось, что секретные службы знали о возможном покушении на Трампа за час до него, но ничего не сделали и позволили Трампу выступать. Вот, да, хотелось бы об этом подробнее, но потому что это же родило кучу конспирологических теорий, да, вплоть от того, что там занялись американские спецслужбы, или это чуть ли не сам республиканский штаб избирательный. И Трамп, значит, это подстроил, и, мол, значит, стрелок был настолько меткий, что он специально как бы должен был как раз и попасть Трампу в ухо. Ну, абсолютно есть и идиотские, конечно, теории, но вот об этой совокупности факторов, которые в итоге привели к тому, что эти теории родились. Вот на что вы обратили внимание, действительно, потому что, ну, складывается впечатление какой-то общей безалаберности. Да, ну, в общем, вы знаете, обычно есть такое, я не помню, кто это из великих сказал, что когда вы выбираете между теорией заговора и идиотизмом, то чаще всего это все происходит из-за идиотизма. Вот, то есть чаще всего это происходит просто из-за бардака, из-за некомпетентности людей. Вот, но здесь, ну, просто очень явно совершенно некомпетентность, потому что все было организовано не по канонам, и даже когда там он лез уже на крышу, там уже люди его видели, показывали полицейским, показывали спецподразделениям. Вот, его даже снайперы там смотрели в свои прицелы и не могли понять, что это такое. Вот, но по отношению вот к снайперам, это единственное объяснение, которое более-менее рациональное, потому что крыша здания, на которое он залез, в этом здании находился полицейский резерв и резерв спецслужбы, специальные службы, которые охраняют президента. То есть на самом деле они считали, что это может коллега просто влез на крышу, чтобы, так сказать, подстраховать. Вот, но дальше они же, у них у всех есть наушник, они должны, они связываются, имеют связь. То есть, в принципе, они должны были там его проговорить с ним, что-нибудь сказать, типа, эй, коллега, ты чего там делаешь? Вот, а когда ответа не произошло, уже было поздно, потому что он уже начал стрельбу. Вот, но потом Трампа, кстати, очень долго не могли эвакуировать с места стрельбы, что тоже нарушением является протокола. Вот, дали ему возможность посниматься, и вот как раз эти фотографии, которые так очень укладываются в американский вкус, вот этот Трамп на фоне американского флага, окровавленный с поднятым кулаком в окружении людей в черном. Вот, сразу мерч пошел, значит, сразу футболки, сумки, что там начали продаваться с этой фотографией, которая очень похожа, вот эта старая такая известная фотография, когда американцы высаживались на какой-то японский остров во время Второй мировой войны и ставили американский флаг, то вот эта вот фотография такая одна из самых символичных победами американских вооруженных сил во Второй мировой войне. И вот фотография Трампа, она как будто специально постановочная, вот как будто специально хотели сделать такую фотографию, тем более, что вот, допустим, люди, которые, ну, интересуются Америкой, которые смотрят, в том числе читают книги, смотрят фильмы голливудские. Вот есть такой голливудский знаменитый шедевр абсолютный всех времен и народов, который называется «Wag the dog», что можно перевести как «Хвост, который виляет собакой». Вот, «Хвост» имеется в виду, что вот люди из аппарата и спецслужб, которые могут вилять американским народам, которые голосуют за президента. Вот, и там вот это все показано, то есть вот там вот прям вот по этим лекалам, как будто специально все сделано, поэтому, естественно, теории заговора тут же прошли. И к тому же вообще, в принципе, это был заговор, то есть человек, который устраивает стрельбу по президенту, он по умолчанию – это заговорщик, это человек, который, даже если он ни с кем не общался, он все равно с собой лично устраивает одиночный заговор, вот. И поэтому теории заговора – это вполне логично, что они возникают. Плюс, кстати, там вот главным аргументом людей, которые говорили, что это не может быть, они говорят, что ну как же вот с такого расстояния попасть в мочку уха, можно же убить всего лишь на сантиметр в одну сторону или в другую, а это очень легко сделать, потому что там ветер можно не просчитать, это мы знаем, как там биатлонисты стреляют, они такие мастера, и то у них там мажут они все-таки, да. Вот, но надо сказать, что при постановке никакого выстрела в ухо могло и не быть, то есть кто нам доказал, что летают какие-то пули, он мог стрелять холостыми пулями, там мог быть второй стрелок, который убивал на всякий случай несколько зрителей, чтобы доказать, что стрельба настоящая, а у Трампа там много вариантов, потому что говорят, что на самом деле, что это не пуля, кстати, ему поранило ухо, а осколок стекла от промптера стеклянного. Вот, также в любом голливудном, голливудском постановочном варианте это могла быть маленькая иголочка у него в руке, и он просто себе коснулся до уха и пошла кровь, вот, то есть вполне себе вероятно, что не, постановка вполне себе вероятна, вот, тем более, что там показывают камеры, которая сняла снизу траекторию якобы пули, вот, но если вы ее просто геометрически начинаете накладывать, то получается, что у него правое ухо должно быть на 5 сантиметров ниже левого, то есть там не совпадает эта траектория, а если разворачивать ее по оси, то получается, что она не идет к тому месту, где лежал стрелок, а вообще идет в какое-то другое место, то есть вопросов очень много остается. Вот главное другое, главное то, что цели ли с Трампа попали в Байдена, в кандидата, то есть вот этим, это покушение убило окончательно кандидата Байдена, и вот тогда окончательно демократам стало понятно, что он, в общем, должен сниматься с одной стороны. С другой стороны, для Трампа, конечно, сейчас он заработал очки дополнительные, но надо сказать, что еще три с половиной месяца до выборов, что все это забудется, что в нынешнем мире, где одна новость накладывается на другую, все это, вот если бы это произошло там накануне, в начале ноября, там 1 ноября, 2 ноября, то, безусловно, можно бы сказать, что Трамп окончательно победил без всякого голосования. Но если вы посмотрите на статистику нынешнюю, то статистика ничего не изменила. Вот точно так же, как и дебаты, практически не было никакого изменения, там изменения в рамках погрешности. И точно так же вот это покушение, оно слегка сначала немного там сдвинуло чего-то, вот, а через час уже откатывается. Кстати, больше всего на этом заработала компания Трампа, вот, и тут отдельная еще история, они не устроили это просто для того, чтобы дать ему возможность заработать и оплатить хотя бы там свои судебные издержки, потому что он кричал, что у него нет денег, сколько-то от него там требуются суды, залогов, как и оплаты. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева. Он кричал себе, в общем, вице-президента, плюс вот так Маск, Илон, который так впрягся в компанию республиканцев. Кстати, у Байдена, вот, помимо того, что, что он там говорил, коронавирус, да, у него еще и хроническая тошнота. Байден говорит, меня тошнит все время, тошнит все время от таких, как Илон Маск и его богатенькие дружки, которые хотят купить эти выборы, поддержавшие Трампа. Ну, мы Илону Маску, конечно, страшно благодарны, за систему Starlink, но мы помним там неоднозначные какие-то опросы в Твиттере о принадлежности Крыма или стоит ли воевать за то, чтобы какие-то территории освобождать. Теперь получается вот этот еще и вице-президент Джей Ди Вэнс, в общем-то, и раньше говорил довольно такие крамольные вещи и, в общем, продолжает. Кстати, тоже потрясающе интересный персонаж, человек, который раньше Трампа, в общем-то, критиковал, называл его там и идиотом, и Гитлером, и как угодно, а Трамп смеялся над ним и говорил, что этот парень не хочет поцеловать меня ниже пояса, да, ну, намекая на, ну, в общем, на всякие такие дела. Теперь же трампист, теперь, возможно, его даже наследник Трампа. В общем, Сергей Олегович, два вопроса. Первое, люди, которых вокруг себя собирает Трамп, да, и насколько это рисковано, конечно, через войны, через призму войны России против Украины. Ну и в целом, да, что, как оцените вы кандидатуру этого Джей Ди Вэнса, потому что человек, ну, не менее интересный, чем сам Трамп. Все это интересно нам с вами в СМИ рассматривать, потому что действительно это интересная кандидатура, но на самом деле это очень слабая кандидатура, именно потому что это человек, на которого есть огромный обхив видосов, где он говорит, что Трамп – это религия для народа, что он никогда не будет трампистом, и человек, который говорит, я, значит, never Trump guy, я никогда не буду трампистом, а теперь он главный трампист, у американцев это, американцы это не любят на самом деле, американцы не любят такое радикальное изменение, причем это изменение произошло в просчитываемый момент, когда этому самому Вэнсу надо было избираться сенатором от штата Огайо, и это мог сделать номинацию, мог организовать только Трамп, то есть это он действительно Трампу целовал нижнюю часть тела для того, чтобы его республиканцы номинировали, а республиканская партия в последнее время ходит под Трампом, и это всем известно, это все понятно, и поэтому здесь понятно, что это такая проститутка политическая. Вот, с другой стороны, я думаю, что сейчас вам не стоит вообще заморачиваться всей этой историей, потому что до инаугурации следующего американского президента еще шесть месяцев, еще полгода, это произойдет только 21 января 25 года, до этого надо еще избраться, и до этого надо дожить. И, грубо говоря, вот все эти номинации, кто там, куда идет, то есть это, ну, понятно, что это связка. Кстати, для Трампа вот все коллеги, которые занимаются экспертизой американской политики и американской выборной машины, все говорят, что это очень слабый выбор, потому что Трамп сам по себе человек с огромным антирейтингом, и когда он должен выбирать себе партнера в связку, он должен выбирать себе партнера, вот точно так же, как это было с предыдущим вице-президентом, который расширяет географию Трампа и расширяет электоральный спектр Трампа. То есть, грубо говоря, сдвигает его немножко в центр к более нормальным людям, к более спокойным людям. А два трамписта, и когда один из них, к тому же, является предателем, который просто политическая проститутка, который теперь стал трампистом, просто чтобы лизать задницу Трампу, то, в принципе, это ничего Трампу не добавило, и таким образом эта связка является слабой, потому что этот человек не добавил Трампу новых голосов. То есть, это в том же спектре работает, причем он слабее, чем Трамп сам по себе. И поэтому давайте не будем заморачиваться, посмотрим, как пройдут выборы. Нужно до этого дожить, нужно посмотреть, кто, кстати, от демократов станет кандидатом, потому что пока что непонятно, снимется Байден или не снимется, доживет Байден или не доживет, Трамп доживет или не доживет. И поэтому все то, что люди сейчас говорят, ну, как это будет для Украины, вот через шесть месяцев, когда человек заедет в Белый дом и когда сформирует свою команду, вот тогда вы будете думать о том, как это будет для Украины. Сергей Олегович, вот вы сказали, доживет Байден или не доживет, судя по такому количеству призывов к нему, снять свою кандидатуру со стороны демократов. Нет ли здесь почвы, ну, раз уж мы сегодня конспирологию вспоминаем, полагать, что на того же Байдена может быть вполне покушение силами, например, каких-то групп влияния внутри демократической партии. Не захочешь уходить, надо тебя устранить и поставить кого-то сильнее на твое место. Ну, все возможно, все возможно, потому что ставки, как вы понимаете, слишком высоки. Пост президента Соединенных Штатов Америки – это очень важный пост. Вот, демократическая партия в этом смысле сама не доработала, потому что к ней теперь предъявляют большие претензии и абсолютно законно и справедливо предъявляют. И вообще к Америке предъявляют претензии, потому что страна, в которой 350 миллионов людей, и где есть выбор политический, где есть настоящая конкуренция политическая, ходить вокруг двух старперов 80-летних, каждый из которых, в принципе, является хромой уткой, это показатель болезни системы. То есть система американская больна, реально электоральная, потому что она не выдвигает новой крови. Вернее, это новая кровь есть, то есть ее видят, потому что когда и с той, и с другой партии есть, вот мы знаем, что Ники Хелли, например, вполне себе кандидат, и даже, опять же, по опросам в республиканской партии, если бы Ники Хелли выступила против Байдена, она его побивала не так, как Трамп. То есть у Трампа там расхождение в 2%, а у Ники Хелли там 10%, она сразу, там, 15%, она сразу бьет его просто в нокаутах. И, тем не менее, республиканская партия зациклилась на Трампе, потому что Трамп нарцисс, Трамп не хочет добровольно уходить. Эта вот история, на самом деле, она абсолютно психологическая, она по-человечески всем понятна, потому что это просто люди, которые цепляются за власть. Вот точно так же, как Путин, уже 25 лет у власти, прицепился к ней. Тот же самый Путин, который точно так же, как этот молодой трампист Венс, в свое время говорил, что там два срока по четыре года, это огромный срок, и человек, который сидит во власти дольше, сходит с ума, все это тоже против Путина есть. И вот если бы люди просто думали, если бы они смотрели бы, если бы они пересматривали эти архивы, они понимали бы, что, в общем, это все ненормально во всех странах. Вот тем более, что я это говорю, так сказать, из страны, где президенту там еле-еле 50 лет, когда он пришел к власти, ему было 39 или 38. То есть, так сказать, у нас есть конкретные примеры в Европе, где вполне себе молодые люди. У нас премьер-министр 35 лет, у нас претендент на премьер-министра, вообще ему 28 лет было, вот, значит, Джорлан Барделя. И то есть вот во Франции, например, эта свежая кровь идет, то есть видно, как она подходит, как идут на смену старым людям, значит, новое поколение. А вот почему-то в Америке это, причем Америка, в общем, страна такая демократическая, по-настоящему демократическая страна, страна, в которой работает еще пресса, в которой работают какие-то противовесы и исполнительные законодательные власти. И тем не менее, вот она оказывается в таком жутком совершенно тупике, причем тупике, который она же сама высмеивала, потому что, ну, вы человек молодой, вы это не помните, потому что в свое время, 70-80-е годы, была такая книжка американская, старики, больные старики, которые правят в Кремле. И, значит, там говорили, что вот у нас в Америке, там типа у нас вот Кеннеди, посмотрите, какой у нас классный президент, да, и потом 40-летние, там 50-летние, в общем, довольно молодые президенты, а у вас там, вот смотрите, какие там жуткие больные старики. Вот, но потом, кстати, пришел Рейган, который, в общем, тоже был не очень молодым человеком. Вы вот сказали о человеке, который меняет свое мнение, я сразу вспомнил об Алексее Арестовиче, он же обратился к Трампу уже, как, считайте, новому президенту Соединенных Штатов, и сказал, что, господин Трамп, помоги, дальше цитаты, помогите мне, как будущему, украинскому президенту, осуществить все необходимые перемены. Конец цитаты. Вот пока офис президента Зеленского думает, как работать с Трампом, заявляет о том, что это будет сложно, но они готовы. Вот Арестович уже чуть ли не короновал, значит, Трампа и говорит, давайте, помогите мне стать президентом, и мы вместе будем менять этот мир. Ну вот, мы живем просто в такое непредсказуемое время, и столько всего происходит, о чем бы я раньше и подумать не мог, что сейчас вот план, в котором Трамп помогает Арестовичу стать президентом Украины после войны, вот если так произойдет, я уже не буду так удивлен, как был бы удивлен, наверное, несколько лет назад. Что скажете? Ну, во-первых, это не сейчас, это давным-давно уже такая штука была, потому что я вам напомню, что в 17-м году, в 16-м году, когда Трамп уже был избран президентом и ждал инаугурации, потому что у них там три месяца ожидания, к нему приехала Марина Леупен, французская, которая выдвигалась в качестве кандидата в президенты Франции, и сидела в Трамп-тауре в Нью-Йорке часа 4 в надежде встретиться с Трампом, сделать с ним фотографию и написать вот примерно то же самое, что написал Алексей Арестович, значит, видите, вот президент Трамп американский меня принимает, потому что я будущий президент Франции и так далее. Вот Трамп ее тогда не принял, он послал к ней одного из своих идеологов-советников, который сделал с ней фотографию, но Марина Леупен осталась недовольной, поэтому она потом поехала к Путину. И в Кремле мы помним эти фотографии, которые Путин принимает, это Марина Леупен, вот на самом деле это сработало против Марина Леупен, потому что все такие вещи всегда получается, что когда вы идете на главную должность в своей стране, вам, конечно, хочется показать, что вот какой вы крутой, видите, вот иностранцы, иностранные деятели вас принимают. На самом деле это очень слабо, это очень слабый ход политологический. Даже политтехнологический. Вот здесь вы поспрашиваете людей, которые занимаются политтехнологиями, ну, типа Михаил Шетельман, там, допустим, или там еще кого-то, людей, которые занимались. Ну, правда, сейчас вот уже нету знаменитого Павловского, который умер, который там с Путиным работал в штабе. Вот, но они это умеют делать, и они вот говорят, что нет. Вот, тем более, когда вы позиционируете себя как националист, допустим, в своей стране, да, и говорите, что вам важны только интересы вашего государства, то идти на поклон какому-то иностранному деятелю и таким образом получать от него, как бы, ярлык на княжине, это, ну, очень слабый ход. Вот, поэтому здесь, в общем, здесь даже добавить ничего не надо, по-моему, все уже сказано. Друзья, видите ли вы, верите ли вы в такое развитие сценария, как Трамп-президент Алексей Арестович, значит, с помощью его поддержки становится президентом Украины? Пишите об этом в комментариях, будет интересно почитать. Ну, и там же найдете под этим видео ссылку на YouTube-канал Сергея Жирнова, и не забывайте лайки поставить этой беседе. Хочется, чтобы большее количество людей увидело наше сегодняшнее дело. И еще есть новости. Мы вот гипотетически обсудили, вероятное там покушение на Байдена, и вот, похоже, к чему-то подобному готовятся и в отношении Путина. Вот, значит, новые фотографии появились, что на резиденции Путина в Новоогорёво установили дополнительные системы панцирь, да, противовоздушную оборону. Это все произошло сразу после покушения на Трампа, и после того, как глава украинской разведки Буданов сказал про то, что, мол, на Путина уже было во время большой войны несколько покушений, и он перестал быть компромиссной фигурой для его окружения, поэтому мы можем наблюдать, что такие покушения будут и в дальнейшем. Но тут прям еще прикрыли, да, панцирем. Соответственно, боятся атаки с воздуха, хотя кто бы ее мог осуществить, да, Украины такой возможности нету. Может быть, кто-то из окружения Путина. Вот в целом, как вы думаете, есть ли сейчас какие-то основания полагать, что на Путина может быть совершенно, ну, с Путиным может что-то произойти, условно, да, там какое-то физическое отстранение от власти или ликвидация. Вот. Ну и вообще о вероятности атаки, как бы, скажем так, с воздуха. Если уж убивать Путина, то как это сделать проще всего? Это история давнишняя, потому что, конечно, все понимают, что Путин стал персонификацией своего собственного режима. Если его убрать, то вроде может пасть режим, потому что это путинский режим. Да, если не будет Путина, вот как раньше там Гитлер, Сталин, вот если убрать эту ключевую фигуру, там Муссолини, там, я не знаю, там, Франко, любая такая ключевая фигура, то она, конечно же, изменяет кардинально положение самого режима. В таких режимах чаще всего изменение происходило изнутри, поэтому, как вы сами понимаете, вот если брать аналогию, то Панцирь не защитит от стрелка с винтовкой, да, потому что он защищает, там, я не знаю, там от ракет от каких-то, он даже от дронов не может защитить, потому что слишком дорогое удовольствие. Вы не можете пускать ракету, значит, которая стоит 3 миллиона, чтобы сбить какой-то, извините меня, сраный дрон, который стоит тысячу баксов в любом супермаркете. Вот, и потом эта цель слишком маленькая, вот, ее не очень видно. То есть, на самом деле, это такая больше, это больше паранойя путинская. Ему кажется, что если он обставится этими комплексами ПЗРК, то ему будет лучше житься, потому что он плохо спит. Он плохо спит, он постоянно ждет какого-то удара, он постоянно ждет из своего окружения, потому что чаще всего это делает просто охранник, да, охранник. Это делает уборщица, которая может намазать новичком ему трусы или наволочку, или еще что-нибудь там. Это может быть повар, который ему подсыпет ядом. Поэтому у Путина давным-давно известно, что у него есть люди, которые пробуют перед тем, как он, значит, ест, пробует его пищу. Вот, но все равно это никого не спасет, потому что, ну, скажем так, если люди пойдут на то, чтобы его отравить, то они могут посыпать ему долгодействующий, небыстродействующий яд, и пожертвовать даже там поваром тем же самым, да, и повар съест это, не помрет на его глазах, а потом и повар, и Путин помрут одного и того же, там, через сутки, через двое, там, через трое. Вот, так что это, в общем, ничего не гарантирует, и Путин в этом смысле, конечно, он живет очень плохо, он постоянно должен принимать, с моей точки зрения, он обязательно, он не может спать уже без наркотика, он не может спать без снотворного, вот, потому что просто он постоянно думает, что к нему могут войти, к нему его могут задушить во сне, его могут убить, его охранники эти. Он, кстати, из-за этого охранников своих назначает политическими фигурами какими-то, потому что вот, ну, просто, чтобы показать всем остальным охранникам, что типа, ребята, нет смысла меня убивать, вы можете, если будете верными, наоборот, стать там значимыми фигурами, как вот там Дюмин, например, последний пример, да, который стал советником его, вот, по каким-то важным вопросам, и это ничего не гарантирует, то есть на самом деле понятно, что чем закрытие режим, тем вероятнее чего-то произойдет изнутри режима, а не извне, потому что понятно, когда, допустим, Путин там, вот, когда появляется на публике, это никогда не объявляется, вот у Трампа, например, у него же были там расписаны, все знали, в каком городе, в какое время он будет, да, это вот как в классическом голливудском фильме «На линии огня», когда преступник знает совершенно четко, где у него чего, и он, наоборот, даже является донатом республиканской партии, и таким образом появляется на обеде, на званом обеде, для доноров республиканской партии, поэтому там пытается его убить, президента Соединенных Штатов Америки таким образом. Фильм, кстати, классный совершенно. Вот, всем советую. Джон Малькович и этот самый Клинт Ист, вот, очень-очень классный фильм. Вот, куча еще всяких других фильмов, там, я не знаю, там, «Стрелок» или там «Снайпер», который тоже вот стреляет, и там его подставляют, используют, все эти вот сразу теории заговора, вот, и так далее, и тому подобное. Путин может просто умереть, да, потому что он все-таки, ему 72 года, понятно, что в России живут значительно меньше, чем в развитых странах. Вот, Байден и Трамп тоже могут умереть им 80 лет каждому, ну, там, Байдену 81, Трампу 79, но в среднем им вокруг 80. Вот, то есть не стоит исключать даже просто такую, нормальную, совершенно естественную причину, а потом, конечно, когда есть вдруг естественная причина состоялась, то все будут говорить, а, это там заговор какой-то, там посыпали, что-то там отравили. И мы, и мы с вами будем, Сергей Олегович, и мы будем это обсуждать обязательно. Я очень надеюсь, уже в скором времени. Конечно, будем обсуждать, вот. Ну, в общем, все идет своим чередом, и на самом деле вот все это показывает, что в нормальных странах вообще надо вводить, конечно, ограничения в верхнюю планку. То есть вот в Соединенных Штатах Америки существует, по-моему, 35 лет, не раньше 35 лет может человек стать президентом. В Российской Федерации, кстати, то, что нижняя планка есть, но надо вводить верхнюю планку. То есть, грубо говоря, что бы ни произошло, нам нужно говорить, что не больше 65 лет, и никаких исключений из этого быть не может. Никакой бы золотой человек ни был, его все равно надо менять. И вот, кстати, история повторяется и в Китае, где Си Цзиньпинь нарушил эту планку. Да, вот у них было правило золотое, которое они последние там 40 лет использовали. Два срока по 5 лет, 10 лет, все, и тебя меняют. Си Цзиньпинь нарушил это дело. Да, и сейчас вот запущена опять история о том, что у него тоже вроде как-то там микроиссульт. Вот, но сейчас начали говорить, что нет, это фейк, это просто его запустили там оппозиционеры. На самом деле он как огурчик, значит, показали какие-то кадры. Вот, на самом деле все под Богом ходят люди, вот, и от своей участи все равно никто не уйдет. Друзья, я очень надеюсь, что обсудить смерть Путина мы сможем с Сергеем Жирновым уже в ближайшее время. Для того, чтобы не пропустить этот исторический эфир, обязательно подпишитесь на YouTube-канал Сергея Олеговича, на YouTube-каналы Дмитрия Гордона, на Алиса Бацман, в гостях у Гордона. Посмотрите фильм «Хвост, который являет собакой» по рекомендации Сергея Жирнова и поставьте лайк этой беседе, и пускай большее количество людей увидит наш сегодняшний разговор. Сергей Олегович, благодарю вас, и, друзья, вам спасибо, что были с нами. Спасибо. Спасибо.